В процессе монтажа этого влога я поняла, что здесь так же мало контекста, как и в прошлом влоге. Соответственно, без записи вот таких сторонних видео, где я комментирую все, что я наснимала, мне не обойтись, поэтому... Вообще, я очень рада, что мой прошлый влог набрал столько просмотров. Мне пришло относительно много аудитории, и я очень этому рада, поэтому я всех люблю. Конкретно в этом влоге я сняла только свою первую неделю в университете, как все проходило. Первое впечатление. Сейчас, на момент снятия этого видео, у меня закончилась уже вторая неделя, поэтому у меня, в принципе, есть что рассказать, что бы прокомментировать. Сегодня у меня первый день в универе. В Краснодаре просто аномально холодно, потому что вчера буквально было 30 градусов, сейчас 13. Я иду в Толстовке, мне холодно. Вчера я была в шортах и в футболке, мне было жарко. Пары по физре у нас проходят в главном корпусе, и весь понедельник у нас, соответственно, проходит в главном корпусе, потому что у нас две пары физры. Одна обычная на стадионе, другая лекция. Лекция по физре, я вообще не представляю, как будет выглядеть. И как сегодня будет проходить физкультура на улице, потому что сегодня очень холодно. Первый день был очень веселый, потому что мы буквально потерялись на территории КубГУ. Мы не знали, где у нас проходит лекция по физкультуре, и мы всей группой, в группе у нас 13 девочек, не могли понять, куда нам идти. Первая пара идет уже одну минуту. Ну то мы красивые. Ну да, типа. Пара идет уже почти 10 минут. Супер. Поскольку это физра, мы пришли на стадион, где нам сказали, что, девочки, у вас проходит лекция в третьем общежитии в Тире. Я не знаю, почему никого это особо не смутило, и мы пришли в третье общежитие. Девочки, мы пришли в третье общежитие в Тир. Нам сказали, что вот сюда он перестил. Где, во-первых, была закрыта дверь Тира. Тут не тянет, правда? Во-вторых, охранник нам сказал, чтобы мы уходили, потому что не сказали нас выгнать. Ну, естественно, мы вышли из третьего общежития, и тут нас перехватил другой наш физрук, который нам сказал, куда идти, и сказал нам идти обратно на стадион. И поднимаетесь наверх железной лестницы. И там, я сейчас вам приду, быстро, бегом, бегом, бегом. Хорошо, спасибо. Пара идет 20 минут, ребята. Нас просто футболили. Нас просто вот так вот пофутболили. В итоге мы опоздали на лекцию где-то на 30 минут. Залпит на свои аэробики. У нас очень приятный физрук, и второй физрук, который как раз-таки нас направил, он очень веселый, он очень смешной, он такой энергичный. Такой жизнерадостный, я не знаю, мы просто слушали его речи, он как оратор. Вот так. Самые волнительные, самые фантастические, самые запоминающиеся минуты, это студенческие годы. Серьез. Но самое главное, меня зовут Виталий Викторович. Я как бы самый-самый-самый главный среди всех преподавателей на капелье телезреспитания. Краш, краш. Вот на самом деле, даже на этой лекции по физкультуре, которая для меня вообще звучит смешно, лекция по физкультуре, я сначала не поняла, как я увидела в расписании, что это из себя представляет вообще. Но наш физрук задал такой тон, такое настроение, очень какое-то сплоченное. Так посчастливилось, что на творческом, на элитарном факультете архитектуры и дизайна назначен Раджи Викторович! Спасибо вам за два года! Боец, вес 68 килограмм боев, 49 из них закончил нокаутом. Это все, Раджи Викторович. Итак, с вашим медальчиком, с лёгким и домоганием. С вашим... Все, девочки, я что хотел сказать, главное, что мы разные все, но здесь на стадионе мы как одна большая дружная семья под названием «Кубарский контактный гостей». Не знаю, мне это понравилось, и первое впечатление от первого дня было абсолютно точно положительным. Все прошло супер. Нас домой отпустили! Нас отпустили домой, у нас должно было быть две пары. Это было ожидаемо, если честно, что у нас... Зато завтра четыре. Окей. После универы я зашла в гости к Леонии. Челы, у меня попугай на башке. Трэш. Коет. Мне страшно головой крутить. Ой. Он меня кусает за голову. Нормально? Да, да. Трекот. Трекот. Сейчас я буду натягивать бумагу на планшет в первый раз в жизни, потому что я никогда не занималась в художественной школе, я не знаю, как это делать. Но посмотрела видео. Я знаю, но никогда не делала. Формат у нас вот такой, А2. Хорошо, хоть не А1, но это, кстати, временно. Такой планшет у нас имеется. Что нам требуется? Нам требуется бумага и планшет. Также нам нужны еще кнопки. В принципе, все. Но я еще взяла 6 тысяч молоту, потому что я не знаю, как забивать эти кнопки. На видео девушка показывала, она вообще вручную их вот в эту деревяшку втыкала, то есть все нормально. Я не знаю. Мне страшно мочить бумагу. Она не втыкается. Она знаешь, как на видео делала? Вот так вот и просто вот так вот. И ты такая, вот как видите, она очень хорошо входит. Да, вот так вот, как видите, она практически... Только она же не мужик. Ты как это делала? Ну и с другой стороны расшатаешь и... Папа, пальцем все. А можно мне попробовать пальцем? Я хочу молотку. Папа, пальцем. Нормальный человек. Ханк. Можно мне попробовать? Конечно, можно. Ханк. Я хочу молотку. О, о. Все, все, нет. Готово. Вот так это выглядит. Я надеюсь, что я все провести его. Пока я буду это все убирать, я хочу рассказать, как прошел первый день в университете. Вот, начать, я думаю, следует с того, что я учусь в КубГУ на факультете архитектуры и дизайна, направлении дизайна. Потому что в прошлом влоге, можете вот здесь посмотреть, показать. Я этого не сказала, хотя это было логично сказать, раз это влог с поступления. Не в ЕГЭ, но я об этом не понимала. Завтра у нас четыре пары, и честно говоря, я не знаю, каких выдержок, потому что сегодня после одной пары, где мы, по сути, ничего не делали, я очень устала. Я предполагаю, что это из-за недосыпа и из-за сбитого режима еще летом. Зато эти пары у нас будут на нашем факультете. В прошлом влоге я также не сказала, что учусь я в филиале, который выделен именно под факультет архитектуры и дизайна и искусства костюма. То есть у нас в одном помещении просто поища творческих людей, и это на самом деле тоже классно. Хоть у нас и не самое удобное месторасположение этого факультета, я не знаю, как мы будем вот с этими планшетами туда ездить на общественном транспорте. Ладно, еще формат А2, но А1. Восемь в Краснодар, когда я супер быстро пришла, поэтому я иду в кофте, в который я ехожу зимой. Сегодня я несу шопер, планшет формата А2 в руках, потому что у нас руки формата А2. Листики на черчение формат А3 и линейка 50 сантиметров, потому что она не вмещается в шопер. Вот здесь у меня стоят остальные планшеты, тоже АА2 и А1. А1 я не знаю, как-то нам пригодится, но когда вы увидите сумку, в которой я буду носить, сегодня четыре пары. Всем привет! У нас сегодня гардерия. Такое у нас здание симпатичное. Вы каждый по-своему видите стороны. Мы вышли с университета. Такую вот мы несем домашку. Это с технической графики, это черчение, нам нужно будет сделать русский, латинский и греческий алфавит. Греческий, это вообще... Это просто... Я не ожидала вообще... Тут же лекция была, там, введение. Тут была просто лекция, мы на ней чуть не уснули. И потом у нас было две пары рисунка. Это тоже очень жестко, потому что очень болит спина после нее. Нереально. Прошел один день. Ура! Вообще нам понравилось, но, конечно, очень устаешь. Очень устаешь, плюс еще не нормализовался режим. Да. Поэтому тяжело. А еще утром очень холодно, а сейчас очень жарко. Я сегодня на Узбирине иду вот с такой вот столикой, а несу вот такой. Ну, сегодня чисто лекционный день. Четыре пары, четыре лекции. Мы пришли в бусы. Радо. Тут места просто ноль. Тут ноль места. Ну, ладно. Мы пришли кушать на улицу. Это звучит смешно. Но я, правда, не думала, что на УПЖ будет только нагрузки. Потому что препод диктовал информацию со скоростью света на протяжении часа. Мы писали без остановки. Потом мы поехали в главный корпус, чтобы зарегистрироваться в четырех онлайн библиотеках. Которые предоставляет нам университет. И это очень круто. Это очень удобно. Потому что, насколько я поняла, там очень много литературы разного характера. И вообще это очень удобно, что это именно электронный формат. Пока вы обучаетесь, все эти ресурсы, это может быть не только. Кстати, учебники мы физические до сих пор не получили. Что-то я, в общем, встаю каждый день, почти не записываю ничего после универа. Вчера было четыре пары. Сегодня у нас три пары, слава богу. Завтра пятница, две пары и все. Вообще я очень сильно успею после пары. У меня даже не фантазия, чтобы начать делать какую-нибудь домашку, чтобы это не запускать. Вот я сейчас пересматриваю вот этот кусок, и я уже просто из будущего очень жалею себя тогда, что я не начала делать это раньше. Потому что сейчас я зашиваю домашки, я не успеваю гулять, не успеваю отдыхать на выходных, потому что объемы большие. Еще каждое утро очень холодно просыпаться. В четверг у нас вообще было только две пары компьютерной графики, и в принципе она прошла очень весело. Расскажите, пожалуйста, про вашу работу. Это переработка Малевича, популярная картина очень. Тут у нас ваза, тени, все как надо, бокал с яйцом. Это стол, на столе морской котик. Фон у нас, конечно же, ну, эстетика. Там море, кометы, сейчас мы сделаем. Вообще, сначала мы пытались делать то, что нам сказали. Нам сказали нарисовать город Вектори. Вот потом мы посмотрели на наших одногруппниц, вдохновились. Мы шкодим. Господи, как ему разворачиваться. Сейчас. Чёрткий программист, дизайнер. Проходите, учитесь в факультете архитектуры и дизайна. На самом деле я хочу отдельно сказать про девочек. У нас группа из 13 девочек, и я очень рада, что я попала именно в эту группу. У нас очень комфортный и классный коллектив. Честно говоря, я не ожидала такого. И вот, поэтому, девочки, если вы смотрите этот лок, то типа я вас люблю. Я уже иду домой. Нас отпустили с последней пары, переместили её на завтра. Это не очень новость, честно говоря, потому что я не хочу в пятницу три пары. Я хотела две. Ну ладно. Зато сейчас я иду домой пораньше, у меня будет время, чтобы сделать всю домашку. Уже почти конец недели я не делала ничего. С каждым днём домашки увеличиваются, прибавляют точнее. Не сказать, что я прям ужасно устаю от этого. Терпимо. Я ещё немного успеваю параллельно работать, но тяжело. Вот, поэтому я сейчас собираюсь сделать реферат по ОБЖ. Полезная вещь. Ничего не скажешь. Я сделала реферат по ОБЖ. Мне осталось его распечатать здесь. Сейчас я сижу, разбираюсь с рисунком, с перспективой. И, пожалуй, мне сейчас нужно натянуть планшет А1 и А2, потому что на завтра нам нужно это всё принести. Я вам покажу сумку, в которой я буду всё это тащить. Ой. Вот такая красотища. Папкой А1 выглядит планшет. Сейчас я вам покажу, как выглядит сумка. С папкой А1 я в университет до сих пор ещё не ходила, хотя я думала, что нам нужно пойти даже на первую неделю. Вот так. Сейчас я вам покажу, как выглядит планшет сумки. И примерно вот так выглядит, как выглядит сеть. Я даже не знаю, как показать, что тут мы по улице. А помимо планшета А1, нужно положить туда ещё планшет А2, он у меня высыхает. Смотрите, как красиво он у меня. Очень красиво. После формата А1, А2 кажется просто менять вот на сумочек. Оказывается, что всё-таки нам нужен первый формат на завтрашнее занятие, поэтому я всё приложила. Более миллионерную сумку. Но она как будто бы так раньше тяжёлая. Вот так она выглядит. Ну, будет приятнее однозначно. А это мои попытки разобраться в перспективе. Соотношение краски и воды у вас используется. Я уже успела поспать полтора часа. Продержать ещё по ощущениям часа два, потому что я очень устала, когда пришла. Ну, слава богу, сегодня пятница, я очень этому рада. Вот, и за выходные я хочу сделать максимум всю домашку, потому что её каждый днём всё больше и объёмы немаленькие. Сейчас вам покажу саму кота. Бася, что такое вот? Бася, тебе нормально так лежать? Ну, нормально так лежать. Он начал делать световой круг. Вот так это должна выглядеть. Мне нравится, как выглядит мой пенал с кистями. Очень. В общем, так что блок на этом не заканчивается. Ещё выходные впереди. Может быть, я их как-то весело проведу. Сейчас я хочу подочить карандаши. Вот этот как-то посимпатичнее получился, мне кажется. Я не знаю, насколько я правильно это делаю. Я в художку не ходила, я делаю всё на интуиции. Подочила карандаши время отдохнуть. Офигеть, знаете что? Нам сейчас написали в группу, что у нас не будет в понедельник пар. Ужас. Мне смешно с того, что я проучилась на неделю, я уже устала. Я хочу уходные, я хочу каникулы, я вам больше скажу. Ну, ладно, я привыкну. Просто хочется спать нормально и гулять. А я хочу карандаши. Но я очень рада, честно говоря, потому что в понедельник я иду кое-куда. Я даже думаю продлить влог до понедельника, потому что будет красивое завершение. Иду я вечером, и я думала, что после пар я буду уставшая. Хотя, по сути, у нас в понедельник только две пары, и это две физры. Но нам все отменили в понедельник, поэтому я очень рада этого. Офигеть, у нас уже второй день, видимо, полнолуния. Посмотрите, вот такая малышка. Короче, во-первых, мне не нравится, что у меня квадраты, кубы, точнее, получились разной формы. Здесь вообще как-то неровно. Ну, вот это и вот это вообще странно как-то. Не знаю, почему это получается. Я вижу косяки, но я пока не понимаю, как мне от них уйти. Ну, только практикой. Спойлер. За эти кубы я получу незачет, и я их уже переделываю. Значит, во-первых, у меня неправильная компоновка в листье. Кубы должны быть больше и пропорционально относительно листа. В принципе, я ожидаю. Здесь у меня нарушена перспектива. Вот эта грань должна быть гораздо больше, чем вот эта. И также у венитрально построенные валы. В принципе, я вижу эти ошибки. Я видела их еще тогда. Но, честно, я думала, что мне просто примут домашку, скажут, ну, старайся больше. Нет, так не работает. Вот моя переделанная работа. Я не скажу, что она тоже идеальная. Вот, например, вот эта меня очень бесит, что освещено. Но уже лучше. Я уже примерно понимаю эту перспективу. Я уже примерно понимаю, как строить эти овалы. Всем привет! Сегодня суббота. Я проснулась в 8.40. И я выспалась. У меня никогда такого не было. Потому что летом, чтобы вы понимали, у меня был такой режим, что я ложилась почти часа в 3-4. И уставала во сколько получится. У меня давно не было такого хорошего режима. Я этому очень рада, потому что так получается продуктивно планировать свой день и все успевать. В субботу я провела вечер с мамой. Я этому очень рада. У меня такой огромный карандаш. При этом у меня лежит нового там, но... Это мой любимый. Это Vivienne Sabol 101. Он самый лучший. У меня почти в каждом влоге есть камер, где я крашу губу, мне кажется. Это мой любимый. Это мой любимый. Это луна! Ребят, мы съездили с мамой в торговый центр, и потом в центр покушать. Я ничего от этого не сняла, потому что мне было некогда, это значит, что прогулка прошла хорошо. Я пришла домой, и мне пришла открыточка от Кати. Это моя подружка из Питера. В прошлом влоге вы наверняка видели, как мы прощались. Но если вы не смотрели, то как бы переходите, смотрите. Я очень рада, это очень мило. Сейчас планирую начать выкрашивать цветовой круг. Итак, сегодня уже воскресенье, в принципе... А, нет, сегодня понедельник. Я думала, что воскресенье, потому что у нас отменили пары. Ну, в общем, ладно, не важно. И я должна была, по идее, закончить съемку вчера, потому что это влог недели в универе. Но я его закончу сегодня, потому что сегодня красивое событие, на которое я иду, на которое я очень давно хотела сходить. Вот, это концерт Людовика. Я очень рада, потому что у него просто волшебная музыка. Вот. Но влог все-таки об учебе в универе, поэтому я вам показываю, что я сделала за выходные. Итак, моя работа по живописи. У нас сделан цветовой круг, у нас сделаны растяжки, я делала это впервые в жизни. Что вот это за квадраты, я, честно, понятия не имею. Я пыталась разобраться, я искала в интернете. Я не знаю, что это. Мне осталась работа за волном, так сказать. Это, в общем, квадрат. Состоит он из 24 клеток на 24 клетки. То есть, ну, 24 в квадрате, сколько это? 500 с лишним, да? Здесь мы, значит, выкрашиваем все чистые цвета из палитры. У меня белый ночью акварель, 24 цвета. И здесь тоже. И потом на каждом пересечении мы свешиваем цвет. То есть, ну, это очень интересная, на самом деле, работа, но время затратное и, ну, муторное. Хотя я очень кайфанула, когда делала растяжки и вот это тоже выкрашивала. Черчение. Точнее, у нас это называется, по-моему, техническая графика. Что-то такое, ну, в общем. Я начала делать алфавит. У нас... Мы должны сделать, примерно, вот такую работу нам показали на примере. Рисунок. Мы учимся сейчас строить геометрические тела. Это так называется? Или стереометрические? Ну, в общем, тела в объеме. От руки мы все это делаем, потому что это рисунок, естественно. Вот. Я уже говорила про эти работы, по-моему. Мне не нравится. Еще я сделала реферат по ОБЖ. Самый важный предмет, я считаю. Ну, нет, все. Вдруг это еще кто-то посмотрит, а мне потом... Все, сейчас я оденусь красиво. Я уже накрасилась, как видите. И мы поедем на конверт. Знаете, что сейчас случилось? Я собиралась, и у нас выключили свет. Причем выключили свет ровно в тот момент, как я выпрямила волосы. То есть я успела выпрямить волосы, сделать нормальную укладку. Спасибо. И сразу же выключают свет. Все по-ничего. Проблема в том, что я живу на 11 этаже, и мне придется светить на каблучках. Пешком по лестнице. Хорошо. Зато я очень красиво выгляжу. Да, смотрите. Я не знаю, как показать себе пауру, но у меня просто как раз на платье. Я не могу включить свет, извините, у меня его выключили в 8 в квартире. Ну, паурураль, посмотрите, но не ладно пока что. Господи, вот бы не упасть на них, а. Эстетика моих выходных. Я спустилась, говорим, пополам, без происшествий. И мне сейчас проскочила мысль, что у меня влог более насыщенный именно выходными, а не учебой, хотя должно было быть наоборот. Сейчас я вам покажу, как я выгляжу еще раз. Поехали. Поехали. КОНЕЦ КОНЕЦ Был правда очень уютный, очень красивый вечер, потому что, во-первых, мы сходили на прекрасную музыку, во-вторых, нам сделали прекрасные фотографии. Я клянусь, это самая красивая фотография, которая у нас есть. Когда мы вышли с филармонии, шел дождь. Мы ехали домой под дождь, это было очень мило. Короче, вывод такой. Делайте домашку вовремя, не откладывайте. Особенно, если вы научитесь на архитектуре и дизайне. И вообще на любой творческой направленности. И вообще, в принципе, не откладывайте домашку, если вы собираетесь нормально общиться. Очередные истины, но это я больше сама себе говорю, наверное. И второе. Нужно уметь правильно отдыхать. Слушайте классическую музыку. Чтобы вы понимали, когда я делала свое задание по живописи, сейчас я вам его покажу. И вот оно. Пока я выкрашивала цветовой круг, пока я делала растяжки, пока я делала вот эти квадраты, я слушала только композиции Людовика. По времени это было около четырех часов. Когда я выкрашивала вот эту часть, я потратила где-то часов пять-шесть, и я слушала только джаз. Это шикарный опыт. Мои души просто благословлены этими звуками. Налаживайте свой режим, и все будет хорошо. Мы все сдадим сессию. У нас все будут зачетки. В принципе, я планирую дальше тоже снимать какой-то концерт с универа, потому что у нас интересно учиться. У нас есть много, что интересного показать. У нас больше, наверное, практических заданий. Тем более сейчас, я думаю, у нас только вводные какие-то дисциплины на первом семестре, по крайней мере. Поэтому я наверняка еще буду снимать логик с университета. Все, всем спокойной ночи. Мне надо спать, потому что у меня режим. Субтитры сделал DimaTorzok